Псалом 18 с объяснением. Вся вселенная возвещает славу, величие и правду Божью. Псалом 18. Псалом Давида для диригента. Начальник ухора. Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще. От края небес исходит его, и шествие его до края их. И ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершенен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего, благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Псалом 18, стихи с 1 до 15. Псалом 18 – это гимн, восхваляющий Бога, раскрытый в двух книгах. Первая книга – книготворение. Величие на языке природы. Вторая книга – заповедей Божьих. Путеводная звезда. Исследуйте величие и праведность Бога с Псалом 18, как Давид делился своим чистым сердцем и радостью. Подпишитесь, чтобы получить более глубокий контент о вере и духовности. Псалом 18, комментарий. Краткое содержание. Второй стих. Небо свидетельствует о славе Божьей перед всем живущим. Шестой стих. Как благодетельно солнце для земли, так благодетелен нравственный закон Бога для человека. Тринадцатый стих. Поэтому Давид молит Господа охранить Его от действия греховных влечений. Псалом 18 – это гимн, возносящий хвалу Богу, буквально раскрывающийся через метафору двух книг, щедро предоставленных нам для познания Божественного. Первая книга – это книга Творения, грандиозный и постоянно обновляющийся том, написанный на языке природы. Книга Творения. Стихи со 2 по 7, Псалом 18. Всем живописуют ее содержание. Бескрайнее небо, усеянное звездами, свидетельствует о могуществе и величии Творца. Восход солнца, его ежедневное путешествие по небесному своду – это неустанный акт творения, напоминающий нам о неприходящей силе Бога. Сам воздух, пронизывающий все сущее, помимо всего, немое свидетельство Божественного дыхания. Вся природа, от нежных цветов до могучих гор, это изысканные страницы, раскрывающие Божественный замысел и неизмеримую мудрость Создателя. Более того, современная ука, исследуя законы физики, биологии, астрономии, все глубже погружается в понимание этой книги, раскрывая невероятную сложность и гармонию, заложенные в основу мироздания. Факты, которые лишь подтверждают Божественный замысел, упомянутый в псалме. Это не просто статистические данные, а помимо того, живое свидетельство о Творце, к тому же доступное каждому, кто способен видеть и воспринимать красоту и великолепие окружающего мира. Затем вторая книга, о которой говорит Псалом, это Священное Писание, Слово Божье, несомненно, в котором Бог открывает себя, свою волю и свои планы для человечества. Книга заповедей. Стихи с 8 по 12 описывают ее ценность. Заповеди Божьи – это путеводная звезда, освещающая путь человека к праведности и спасению. Они превосходят все земное богатство и славу, потому что дарят истинные знания и понимание жизни, направляют на путь духовного совершенствования и примирения с Богом. Эти заповеди не являются простым набором правил, а, несомненно, отражают глубокую любовь Бога к человеку, вследствие чего его желание видеть его счастливым и избавиться от греха. Примирение и применение Божьего Слова Стихи с 13 по 15 Псалма 18 указывает на важность практического применения Божественного Слова. Это не просто теоретические знания, а, что и говорить, руководство к действию, призыв к самоанализу и покаянию. Давид призывает избегать лыжевых путей, стремиться к духовному росту и, разумеется, искать наставления в Слове Божьем. Это постоянная работа над собой и, более того, к стремлению к духовному совершенству, которое, прежде всего, основано на постоянном изучении и применении Божественной Истины. И только в гармонии между пониманием Божественного плана в книге природы и следованием заповедей из книги Священного Писания можно достичь истинного счастья и благословения Божьего. Обе книги взаимодополняют друг друга, открывая нам бесконечную мудрость и любовь Всевышнего. Свидетельство о величии и мудрости Бога Величие Бога отражается в каждой части Вселенной, от звезд и планет до малейших организмов, поскольку все возвещает славу и мощь Творца. Небесные тела вращаются в совершенном порядке, природа раскрывает свою красоту и гармонию. А живые существа, по замыслу, исполняют свои предназначения в соответствии с волей Божьей. Все это свидетельствует о величии и мудрости Бога, который создал и управляет всем этим. Но не только величие, но и правда Божья, пронизывая всю Вселенную. Его законы и заповеди являются основой для справедливости и порядка в мире. И хотя мы, люди, не всегда можем понять их глубинный смысл, мы можем видеть их проявления вокруг нас. Поэтому, помимо всего прочего, давайте возвещать славу, величие и правду Божью, чтобы все могли увидеть и признать Его великолепие и милость. Пусть наша жизнь будет свидетельством о Его великой любви и милосердии. И пусть вся Вселенная прославляет имя Бога во веки веков. Аминь. Если вам понравилась запись или вы получили слово Откровение от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.